По данным антимонопольщиков на ХТК и ХКС нефтепродукте, бензин за минувшую неделю резко подскочил в цене на 2%. Специалисты связывают это с повышением стоимости топлива на мелком оптовом рынке за 3 недели в среднем на 10%. Но владельцы заправок убеждали автомобилистов в том, что поднимут цены на бензин только в апреле. Есть еще старые запасы. Сейчас антимонопольной службе предстоит разобраться, кто же все-таки незаконно завысил цену. Поставщики или заправщики? Мы запросили информацию в том числе и по остаткам, которые закупали. Невозможно была закупка меньше объемом по цене ниже. Мы понимаем, что здесь можно недобросовестным поставщикам как-то лавировать и эту стоимость здесь держать. Поэтому мы сделали запрос и в том случае, если мы увидим, что здесь неправомерно, какие-то действия были осуществлены, мы будем возбуждать дело. На стадии разбирательства сейчас еще одно громкое дело по факту завышения стоимости за проезд в городских автобусах Черногорска и Сайногорском. В городе Угольщиков с 1 февраля перевозчики в один день, словно сговорившись, взвинтили цены сразу на 2 рубля. Сейчас владельцы маршрутов пытаются доказать, что их поведение было законно, а проезд по-прежнему стоит 17 рублей. Мы-то считаем, что они неправы, потому что не имея на руках ни карты маршрута, ни свидетельства на право перевозки, это те документы основные, которые необходимо иметь для осуществления перевозки по нерегулируемым маршрутам. Кроме того, администрация муниципального образования недостаточно качественно подготовила документы, нормативно-правовые акты для того, чтобы эти документы выдать вообще. Окончание дела о перетопах в квартирах в столице Хакасии ждут все абаканцы. В случае выигрыша антимонопольщиков абаканская ТЭС грозят нешуточные штрафы до 10 миллиардов рублей. Первое разбирательство с тепловиками назначено на 30 марта. Виктор Буров, Дмитрий Парахин, Вести, Хакасия.